Всем привет! Сегодня я буду писать программу, которая создает эволюцию, и посмотрим, что из этого получится. Возможно, многие из вас видели такую игру, где эволюционируют машинки. То есть, ее просто открываете в браузере, там создается некоторая популяция машинок, случайных. Они состоят из случайных форм, со случайными колесами, и они пытаются проехать как можно дальше. Конечно, обычно у них это плохо получается, потому что они слишком случайные, но если мы отберем из них самые лучшие, и потом запустим заново, только с уже более лучшими машинками, и как-то их еще случайно поменяем, чтобы была некоторая мутация, чтобы они могли эволюционировать, то в среднем они будут проезжать дальше. И таким образом у нас срабатывает некоторая эволюция. То есть мы отбираем лучших, их немного меняем, таким образом через много-много поколений у нас будут супербыстрые, суперприспособленные к этим условиям машинки. Но еще за много лет до этого я наткнулся на ютубе на видео, где автор создает программу, где не просто двумерные машинки, а некоторые трехмерные существа, которые тоже состоят из случайных частей, которые изначально не знают, как им двигаться, и их цель это пройти как можно дальше. И они также отбираются, эволюционируют. И самое главное, что выглядят они довольно живо, то есть они как настоящие какие-то существа. И это все создается просто случайно. Ну, если учитывать, что они отбираются. То есть у нас есть некоторый отбор на основании того, как, например, далеко они пройдут, или насколько высоко прыгнут, или мы можем придумать им еще множество разных целей. Но изначально они создаются просто случайными. То есть можно видеть, что изначально они не знают, как ходить, они просто случайно двигаются. Но если мы будем отбирать каждый раз тех, которые двигаются все лучше и лучше, то через много-много поколений у нас могут получиться суперкрутые существа, которые могут очень быстро двигаться. И автор выкладывал эту программу, можно было ее скачать и эволюционировать там каких-то своих существ. Но, к сожалению, если попробовать перейти на сайт проекта, то там ничего не будет. Точнее, домен уже свободен. То есть он не принадлежит автору, его можно купить. За 500 долларов. Чё? Поэтому самым лучшим вариантом будет просто изобрести велосипед. Ну, то есть написать такую же программу, только свою. Потому что почему бы и нет. Поэтому я сделаю новый проект, назову его «Эволюция». Существа должны ходить по какой-то земле, поэтому я создам плоскость. И пусть эта плоскость будет большая, чтобы они с нее не свалились. И пусть она будет цвета, как земля. И мне нужно создать само существо, поэтому я создам для начала куб, потому что они будут состоять из кубов. Но потом они, может быть, будут состоять из чего-то другого, но это можно потом будет поменять. Для начала я просто создам кубы. Добавлю файлы скриптов на будущее, чтобы писать там код, когда он понадобится. И напишем что-то простое, чтобы просто проверить, что оно работает и не сломалось. Ну и, как видим, оно работает, не сломалось, работает странно, но это не важно. Наша цель была, чтобы оно хоть как-то работало. Вот что-то у нас есть. Для начала я хочу попробовать повторить того червяка из видео. Поэтому добавлю еще немного сегментов. И запускаем. Голова у него почему-то падает, все остальное у него почему-то висит в воздухе. Но ладно, двигаться он пока не умеет, поэтому попробуем подвигать его самостоятельно. Двигается он немного странно, но интересно. Почему-то он в разных местах по-разному двигается. Вот так. А если голову его подвигать? Голова двигается по-другому, и она двигает все остальное. Ну да, неплохо. Наверное, это не совсем то, чего я хотел, но это выглядит интересно. Добавил еще кода и добавил нейронную сеть. Потому что это 2019 год, и куда же сейчас без нейронной сети? Я не разбираюсь во всяких этих там ваших фреймворках для машинного обучения, поэтому написал свою с нуля небольшую, но потом пригодится. И попробуем это запустить. И он не двигается. Прошло некоторое время, я понял, что я просто не поставил в одном месте галочку. Вот эту вот. И попробуем ее поставить и запустить еще раз. И он двигается. Конечно, двигается он сейчас случайно, потому что в его нейросети заданы просто случайные веса. И поэтому он просто будет как-то двигаться. Он даже пока не знает, что ему нужно ползти вперед. И давайте попробуем добавить обучение ему. То есть генетический алгоритм, который будет отбирать тех, которые ползут лучше, чем другие. И, как видим, у меня получилось это все запустить. Создалась популяция этих червяков. Сейчас они просто случайно двигаются. И у них будут уже меняться поколения. Вот можно заметить, что один из них уже смог проползти дальше. Если все будет работать удачно, то из подобных ему создастся второе поколение. И они будут ползти со временем все дальше, дальше, дальше. Посмотрим, что из этого получится. Ну а сейчас уже достаточно поздно. И я пойду спать. И на утро посмотрим, что с ними произошло. Я даже не ожидал, что все так хорошо работает. И они так плавно начнут двигаться. Смотрите, как они противно извиваются. Это хорошо. Это значит, что они как живые. Это похоже на каких-то личинок комара. В общем, все получилось довольно удачно. Хотя я даже не использовал многих оптимизаций. Потому что в генетические алгоритмы можно еще добавить, например, скрещивание или всякие более оптимальные выборки. Еще куча всяких оптимизаций. Но оно уже работает. А еще я вчера не сказал, что я добавил статистику. То есть у меня записывается, насколько далеко проходит самое удачное существо. И вот можно взять статистику, просто скопировать, например, в Google Docs. И оно очень похоже на график-логарифм. В общем-то, обычно так и происходит, когда мы используем генетический алгоритм. То со временем вот этот прирост в эффективности, он падает-падает, и получается такая вот логарифмическая кривая. А еще я пока не сделал сохранение, поэтому, когда я нажму на эту кнопку, они все будут уничтожены.